Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И мы начнем сейчас разговор о послании к евреям. Традиционно в наших изданиях Нового Завета оно надписывается как послание апостола Павла к евреям, хотя это надписание фактически никаких оснований под собой не имеет. Послание к евреям совершенно самостоятельный Новозаветный документ с довольно непонятным, загадочным, таинственным, если хотите, происхождением. Традиция фактически ни на чем не основанная, приписывает его авторство апостолу Павлу, но уже в III веке среди авторитетных христианских писателей и толкователей и священного писания возникали совершенно обоснованные сомнения в авторстве апостола Павла. Ну и, соответственно, эти древние авторы полагали, что этот текст мог выйти из круга учеников или сподвижников апостола Павла. нередко называли совершенно случайным образом без должной аргументации какие-нибудь имена из Павловых сотрудников. Вообще говоря, совершенно это оказались утверждения недоказуемые. Для современной библеистики, даже, пожалуй, больше, чем пару столетий, совершенно очевидно, конечно же, что да, действительно, раби Саул и Старса, известные нам как апостолу Павел, конечно, не был автором этого текста. Это видно из самых разных соображений. Во-первых, конечно, совершенно непохожий язык. Совершенно непохожий язык. И то, как пользуется словами апостол Павел в своих несомненных и подлинных посланиях, и то, как мы видим это в послании к евреям, разница совершенно громадная. Во-вторых, знаете, традиционно принято было говорить и считается, что темы, которые интересуют автора послания к евреям, темы, которые находятся в центре его внимания, якобы связаны с Павловым богословием. Но при ближайшем рассмотрении это утверждение тоже выглядит более чем спорным, потому что послание к евреям говорит о тех вещах, о которых Павел вовсе не высказывается, которого Павла в его подлинных посланиях совершенно не интересуют и пользуются стилем аргументации, который не вполне был бы органичен апостолу Павлу. Единственное, что можно сказать, что, вероятно, таинственный автор этого послания получил когда-нибудь образование иудейское, богословское, религиозное образование, отчасти похожее на то, которое получил апостол Павел, поэтому можно обнаружить некие общие черты. Но, повторяя, ни язык, ни темы совершенно не роднят послания к евреям с теми текстами, которые написал Павел. Почему же оно вообще оказалось в составе священного писания? Этот вопрос и в древности, и в новое время вызывал изрядные сомнения у людей, и примерно до середины IV века множество христианских общин вообще не включали послания к евреям в число своих священных текстов. В основном это, конечно, христианские общины на западе христианского мира. Наоборот, тому на востоке христианского мира довольно многие христианские общины и многие писатели, оставившие нам свое произведение, знают послание к евреям, включают его и используют. Традиционно принято объяснять этот факт тем, что, дескать, на западе империи количество евреев вообще и евреев-христиан в частности было много меньше, в то время как на востоке количество евреев вообще и количество евреев в частности было больше, ну и якобы по этой причине послание это было больше востребовано в западной, простите, в восточной части христианского мира. Строго говоря, это очень неубедительное объяснение, потому что, конечно, послание к евреям предполагает некоторое знакомство своего читателя с иудейской традицией, но оно совершенно не обращено по факту ни к евреям вообще, и даже к евреям-христианам трудно считать его обращенным. Вот, таким образом получается, что утверждать, что, дескать, там, где много было иудеев, там его читали или с ним спорили, или использовали его в какой-нибудь полемике, нет. Оно совершенно непригодно ни для какой полемики в среде иудеев христиан и христиан из иудеев. Помимо сказанного, еще имеет значение тот факт, что послание к евреям, по-видимому, было написано до 70-го года первого столетия. Обычно это аргументируют следующим образом утверждение подобное, что в этом послании, в котором множество цитат из разнообразных священных текстов иудеев из Ветхого Завета, отсылок к ветхозаветным обычаям, к храмовому богослужению. И оно якобы, ну, вероятно, обращено к тем христианам, для которых иудейская традиция, иудейская богослужебная жизнь имели значение. Да, но, тем не менее, здесь начисто отсутствует упоминание о разрушении храма, которое, конечно, было одним из самых драматических событий того времени. И, соответственно, если бы человек, строивший свою аргументацию на священном писании иудеев, на обычаях, практике, взглядах, представлениях иудеев того времени, чтобы он не заметил разрушение храма, нет, это совершенно невозможно. Следовательно, вероятно, в тот момент, когда и послание к евреям пишется, храм еще стоит, а разрушен он был в 70-м году. Следовательно, послание это должно считаться одним из самых ранних текстов. Знаете ли, современная критическая библейская наука нередко склонна вообще все датировать каким-нибудь там самым концом первого столетия, хотя, может быть, это и такой очевидный перебор. Итак, тем не менее, 60-е годы до 70-го года – время, когда Павел еще мотается по тюрьмам, время, когда апостолы пытаются основывать общины в самых ранних местах, в самых разных местах, время, когда вот еще далеко не преобладают в церкви христиане из язычников, скорее только намечается их массовый приход в церковь, и время, когда между христианами и иудеями, в общем, еще не пролегла непреодолимая преграда, преграда, непреодолимая граница, стоящая посреди преграда, как выражается апостол Павел в своих настоящих текстах. Вот, таким образом, еще мы в состоянии действительно увидеть, если датируем послание к евреям временем раньше 70-го года, в состоянии увидеть христианские общины, в которых действительно, или иудейские общины, действительно, часть людей остаются в рамках традиционного иудаизма, а другая часть людей уже образует своего рода группу или течение иудейское, которое вскоре получит название отщепенцы, хаменим, как, собственно, называли христиан и иудеи того времени. Да, вероятно, так оно и есть. Другое дело, что само содержание, повторю, именно в этом контексте, культурном, историческом, религиозном, выглядит несколько удивительным. Собственно говоря, главным образом послание к евреям посвящено разговору о том, кто такой Иисус Христос, что это за феномен Мессия Израиля, кем оказался Иисус в результате того, что с ним произошло, в результате того, что он сделал. Такая своеобразная очень попытка, пользуясь иудейскими понятиями, иудейской системой мысли, представить себе, кто же такой Иисус Христос. Традиционно, конечно, послание к евреям воспринимают, считают своего рода таким межевым камнем на пути от низкой к высокой христологии. Напомню, что в истории богословской мысли первого столетия, в первой половине столетия, то есть где-то от воскресения Христова в 30-м году до примерно как раз времени, ориентировочного времени написания послания к евреям 60-х годов, в течение четверти примерно столетия, преобладает так называемая низкая христология. Низкая ни в каком не уничижительном смысле этот термин означает следующее. Господь Иисус Христос воспринимается людьми главным образом, как мессия Израиля. Сей Иисус – это и есть Христос, мессия, помазанник в славу Бога Отца, как выражается евангелист Иоанн. Кстати, евангелист Иоанн пишет эти слова очевидным образом позже, послание к евреям. Итак, вот Иисус из Назарета, тот, чьими учениками были 12 и другие апостолы, тот, кто проповедовал, исцелял, совершал чудеса, тот, кто умер на кресте и воскрес, он и есть мессия Израилев. Или, как юнглист Лука пишет в Деяниях, и так твердо зная весь дом Израилев, говорит Петр в день Пятидесятницы, что Бог соделал Господом и Христом сего Иисуса, которого вы распяли. Вот это, собственно, замкнутое в каком-то смысле в иудейской традиции представление о том, кем был Иисус. Оно вызывало изрядные вопросы, потому что, коль скоро он мессия Израиля, что это значит для Израиля? Понятно. Нужно вставать и идти за ним. Царствие Божие, приход, царство, наступление царства, часто иудеи первого столетия представляли себе, как некоторое шествие, может быть, и не слишком триумфальное все же шествие, которое возглавляет мессия, и за ним идут все те, кто откликнулся на его призыв. Вот он, мессия Израиля. Понятно. Это тот, от ком говорили пророки, потому что пророки говорили о мессии Израиля. Сейчас христианские богословы, в общем, научились видеть и понимать в свидетельстве пророков такой феномен, который называется пророческий универсализм, обращенность их пророчеств о мессии к остальному человечеству. И на закон его будут уповать острова, как говорит, скажем, Исайя Иерусалимский или другие места, и придут народы мира к свету твоему, как говорит Исайя Вавилонский. Но все же тогда пророчества главным образом говорили о том, что Бог восставит потомка Давида, который будет царем Израиля, который дарует Израилю свободу и введет его в покой Божий, или в страну покоя, в пределы царства, в котором будет царствовать шалом, мир и покой. И приветствие, мир вам, шалом, алейхи, оно как раз говорит о вот таком царстве мессии, где царит Божий покой. Это, собственно, вот низкая христология. Иисус был тем самым мессией Израиля. Она ничего не говорит ни о природе Иисуса, ни о его, скажем так, условно отношениях с Богом. Да, такой мессия очевидным образом будет иметь право называть Бога Отцом, потому что Слово Божие много говорит об усыновлении Богу потомка Давида, но все-таки такое подчеркнутое, очевидное представление об этом мессии как о Боге будет скорее неуместным. Поэтому, скажем, в рамках низкой христологии такие вещи, как высказывания Христа в Евангелии от Иоанна «Я и Отец одно» были бы абсолютно невозможными, неуместными. А, скажем, выражение «аз есть, я есть», которое Христос произносит при аресте, ну, действительно повергает всех на землю, все падают лицом вниз, потому что некто, претендующий по сюжету на роль мессии, произносит священное имя Божье. С этим связан еще целый ряд важных обстоятельств, потому что ко временам новозаветных событий в Израиле была популярна такая своеобразная довольно теория двух мессий, предполагавшая, что мессий будет двое, один царь из рода Давидова, который будет, собственно, решать полицейские и политические вопросы с изгнанием римлян и с независимостью царства, и будет мессия-первосвященник из рода Ааронова, который, собственно, обновит, очистит и восстановит подлинное богопочитание в Израиле. Ну, вот одна сторона дела. Другая вот какая, где-то, видимо, в середине первого столетия, ну, может быть, скорее во второй половине, не прямо в 50-м году, позже, начинаются ростки того, что сейчас традиционно называют высокой христологией, представление о том, что Иисус есть что-то большее, чем просто мессия Израиля, большее, чем некоторая должность в той части Божьего мира, которая предназначена для Израиля. Во-первых, конечно же, это связано с тем, что к Иисусу начинают обращаться язычники, и согласно откровению и благовестию апостола Павла, помимо прочего, да, и согласно постановлению апостольского собора 49-го года тоже, собственно, для них не требуется становиться иудеями. Иисус оказывается больше, чем спасителем Израиля. Он нет иного имени под небесами, которым надлежало бы нам спастись. Он оказывается спасителем всего человечества. Оказывается, в данном случае означает, что люди, особенно из язычников, ставшие христианами, открыли для себя в нем общение с Богом, открыли для себя в Иисусе доступ к Отцу, обрели в нем Духа Божьего, которого Отец Небесный дает ученикам Иисуса. Таким образом, речь идет о чем-то большем, чем просто должность Мессии Израиля. Ну и, конечно, кроме прочего, мы не можем не вспомнить еще в Евангелиях описанное, то есть в конце 20-х годов до 30-го года происходившее событие, когда люди, прикасаясь к Иисусу, видя Иисуса, действительно открывают для себя нечто вообще превосходящее человеческий масштаб. Помните, как однажды первосвященники и всякие там эти вот депутаты Синедриона посылают стражу арестовать Иисуса, который в тот момент говорит с людьми в храме. И вот они, эти самые стражи с наручниками, дубинками, дрикольями и прочее, вот уже прям подходят к Иисусу, ну, уши не заткнули, смотрят и слушают, возвращаются ни с чем. И когда начальство им говорит, а вот вы там такие сяки, чего же вы не арестовали, они говорят поразительные слова. Никогда никто не говорил так, как этот человек. А ни один человек не говорил никогда так, как этот человек. Что-то в нем есть такое, что вот действительно людей поражает, изумляет. И это ни в какие рассказы, пересказ его слов или чудес, по большому счету, почти не вписывается. Иногда только, когда он их спрашивает, учеников, а вы, за кого вы меня почитаете, они пытаются нащупать, говорят, там, Иеремеева или Анна Крестителя, и Петр говорит, ты Христос, Сын Бога Живого. Или когда Господь спрашивает их, ну, что, может быть, вы уже тоже тогда перестанете за мной ходить, как все остальные перестали меня слушать. И они говорят, да мы, может, и пошли куда-нибудь еще. Только некуда. У тебя слова жизни вечной. Да, вот, Господи, к кому нам идти, ты имеешь глаголы жизни вечной. Короче говоря, вот где-то здесь, выйти в этом опыте встречи в Иисусе с Богом, с Богом невидимым, с тем, который превыше небес, земля подножия ног его, которого не вмещают ни небо, ни земля. Понимаете, вот с этим невместимым и бесконечным Богом встреча оказывается возможной для людей, когда они смотрят Иисусу в глаза. В замечательном слове Анна Златоуста на Пасху тоже в многих разных способах и выражениях обыгрывается эта же история, когда он говорит о том, что ад принял видимого, подпал невидимому. Итак, высокая христология – это представление об Иисусе как о Сыне Божьем, представление об Иисусе как о воплощенном Боге. Еще, конечно, нет разговора о халкидонском догмате. До него еще три столетия, четыре. Еще даже нет разговора о тринитарном учении, о том, что в связи с этим означает троечность Бога. До термина «троица» еще там, опять же, полвека остается с ориентировочного времени написания посланий к евреям. Еще, повторяю, множество вопросов, связанных с высокой христологией, остаются непроясненными, потому что есть ли Иисус Сын Божий, есть ли Иисус сам Бог, и там в нем обитает вся полнота божества телес, но он обладает этим божественным достоинством, что происходит тогда с Богом, когда Иисус умер на кресте, и так далее. Короче говоря, вот все взаимоотношения между лицами троицы, которые кровью сердца и муками вынашивали, выковывали, продумывали христианские мыслители последующих столетий, здесь еще не присутствуют, не возникли эти вопросы, только иногда где-то намеками. Да, не богословская картина в основном стоит за высокой христологией первого столетия, а именно ощущение людей, переживание того, что Иисус, во-первых, спаситель не только Израиля, и во-вторых, он куда больше, чем просто человек. Вот, собственно, некоторые, если хотите, транзит от низкой христологии к высокой – это тот контекст, в котором пишется послание к евреям. Традиционно, опять же, принято говорить, что христология находится в центре внимания этого автора, и он свидетельствует, собственно, о высокой христологии, и это послание является одним из первых свидетельств формирования, укрепления, развития высокой христологии. Я подозреваю, что на самом деле все несколько сложнее, потому что автор как раз вот где-то находится на переходе от преобладания низкой христологии к преобладанию высокой христологии. Очевидно, что, конечно же, автор этого послания был великолепно образованным иудеем, знал священное писание прекрасно. Ну, собственно, почти все, что мы можем об этом сказать. По большому счету, и это, снова вернемся к тому, с чего начали, не делает его неким аватаром апостола Павла. Более того, вполне возможно, что автор послания к евреям вовсе не принадлежал к кругу учеников-исподвижников апостола Павла и мог относиться к совершенно другой христианской традиции первого века, в том числе и вполне самостоятельной. Отчасти вполне, может быть, следует связывать, так сказать, идейный богословский контекст автора послания к евреям, скорее уж, с христианами апостола Иоанна, которые обитали тогда в Малой Азии, представляли собой мало для нас теперь понятное, но вполне самостоятельное течение среди христиан. К сожалению, приходится по большому счету авторство послания к евреям, конечно, оставлять загадкой. Конечно, оставлять загадкой. До некоторой степени вопрос и аудитория. Для кого написано это послание? К кому обращается автор? Потому что если он обращается к иудеям, но неуверующим иудеям бессмысленно об этом говорить, о том, о чем говорит автор послания. Бессмысленно. Кроме того, он много говорит уже в первых главах о необходимости доверять Христу как Мессии Израиля, доверять Христу как Божьему присутствию. Следовательно, речь, конечно же, идет о уверовавших, о христианах. А вот до какой степени к иудеям? Сложный вопрос. Сложный вопрос. Может быть, иудеям, которые и так знали многое из того, о чем говорит автор послания к евреям, было и бессмысленно это говорить. Коль скоро они и так знают. Ну вот, теперь, собственно, обратимся к тексту этого послания, а именно к первой главе.